Всех приветствую, с вами Дурмонин Дрин, и сегодня мы будем разбирать по Dark Souls 3 гайд о том, где же самое лучшее место для фарма или как за 20 минут получить миллион душ. Начинаем. Итак, начнем по порядку. Смысла шагов в этом гайде нету, поэтому я вам просто дословно все объясню и надеюсь вам будет понятно. Итак, для начала. Когда вы проходите игру и прокачиваетесь, у вас появляется дефицит душ. Однажды он обязательно у вас появится. Как же получить множество душ? Есть один выход. Вы можете в самом начале игры, но насчет этого я конечно не знаю, я пока не пытался, но можете попробовать, заодно и отпишитесь. В общем, для того, чтобы попасть в заветное место для фарма, вам нужно будет убить грешницу, в смысле танцовщицу, извиняюсь, это я ее так называю, затем убить доспехи драконоборца и попасть в великий архив. Вот, это тот самый великий архив заветный, который нам и нужен. Дальше у вас будет его долгое прохождение, вам нужно забраться на самую его вершину, там победить достаточно трех сильных НПЦ и после спустить лифт до первого костра, вот этого вот архива. Как только вы спуститесь вниз, вы присаживаетесь и можете уже начинать фармить. Итак, давайте расписываем. В общем, вот вы садитесь у костра великого архива, затем идете на лифт, на лифте поднимаетесь на самый верх. Для того, чтобы экономить в будущем много времени, вы можете сразу делать так же, как и я. То есть приезжаете, ждете, пока кнопка лифта отойдет наверх, упираетесь в стену и потом пробегаете и делаете кувырок. В итоге лифт едет вниз и когда вы вернетесь обратно, вы сможете так же спокойно на нем ехать, не ожидая, пока он сам приедет по нажатию рычага. После этого вы идете направо по лестнице, выходите на такой вот большой просторный мост, но не идете вперед, а заворачиваете сразу налево по лестницам. Как вы могли заметить, если вы внимательнее, там на крыше видно три толстых ангела. Вот это и есть те самые мобы, которых мы будем фармить. Итак, мы используем все те же предметы для фарма, которые и нужны. Мы используем символ алчности, мы используем кольцо серебряного жадного змея и мы используем, конечно же, щит желания, который также повышает приток душ. Эти три предмета обязательны для быстрого фарма, поэтому советую их использовать, чтобы экономить и время, потому что все-таки время дороже душ. Просто нацепили их и убиваете. Итак, теперь пойдет сама тактика. Что бы хотел сказать, эти мобы достаточно толстые. Не в буквальном смысле, они по хп толстые. У них хп, насколько я помню, где-то за 2000, по-моему, 2400 на нг обычном. Поэтому сразиться с ними будет достаточно тяжело, особенно в большом количестве. Всего их три. Итак, когда вы забегаете, ну, встаете вот в эту арочку, которая прямо перед входом к ним, выпиваете эстус, у вас как раз к этому моменту будет поменьше здоровья. И прокачанный эстус должен восстановить почти что полностью. И дальше очень внимательно следите за тем, что я делаю. Вы должны сразу же на полной скорости бежать именно вот так вот вперед проноситься сквозь всех этих ангелов. И вставать вот на этом маленьком пространстве между вот этими вот двумя каменными полосочками. Вы вставите между ними и в большинстве случаев, я не говорю что о всех, иногда тут мобы глючат. Тут как бы уже давно известно, что у всех мобов битые ИИ. И мобы ведут себя очень странно. В общем, в некоторых случаях моб будет падать вам на голову. И это хорошо, если он так сделает. Но плохо, если он это сделает вперед лицом к вам. Если он прыгнет именно на вас, то у него включится небольшой стаггер, как и у вас, и вы сможете ему легко поставить бэкстап. Если он прыгнет на вас и уставится на вас, вы не успеете сделать бэкстап. И придется с ним очень долго и муторно воевать. Также есть третий вариант развития этих событий. Он может спрыгнуть просто недалеко от вас. И в этом случае, если вы быстро среагируете, то вполне тоже можете поставить ему бэкстап. Я использую темный меч на плюс 9. И мне хватает одного бэкстапа, одного тяжелого удара и очень быстрых двух ударов. Как я его побеждаю? Сначала он спрыгивает, я ему делаю бэкстап. Пока он лежит, я подхожу. И вот тут главное уловить момент. То есть, пока он лежит, вы еще не должны нажимать тяжелый удар. Но как только вы чувствуете, что он начал вставать, вы должны уже задерживать тяжелый удар и копить его полностью. Как только ваш персонаж производит тяжелую атаку, вы должны сразу же судорожно нажимать кнопку быстрой атаки. Только в этом случае вы сможете быстро нанести ему достаточно урона, чтобы он не смог вас ударить, но вы смогли победить его. У меня в большинстве случаев выходит так, что он заносит уже свою алебарду. И вот алебарда буквально над моей головой застыла. Но урона мне не наносит, потому что я успеваю его убить. В итоге, когда вы его убили, подбираете с него что-нибудь. Обычно с них обязательно что-нибудь падает. То есть, осколок там титанита, обломок титанита, оружие их падает. С них обычно всегда что-то падает, поэтому советую подбирать. Это к тому же и хорошее место не только для фарма душ, но и фарма титанита. После того, как вы его убили, если вы это сделали быстро, советую вам немного притормозить. Вы могли заметить, что там сзади упало двое ангелов. И не хотелось бы огреть их обоих. Поэтому лучше немного подождите, пока ангел с двумя топорами отойдет подальше. И только потом, шагом, медленно, подходите к рыцарю с алебардой. Когда вы подойдете к нему в полотно, вы можете заметить, что он немножко пошевелился. Но вы успеваете делать ему бэкстап. Он падает. И, собственно, тактика его убийства точно такая же, как и предыдущего. Сильный удар. И потом сразу же два быстрых. Если у вас не получается убивать их, и они как бы наносят вам урон, и уже нет возможности быстро поставить им бэкстап, опасайтесь нескольких их атак. В частности, это кружицу. Когда они начинают бешено крутиться. У них это... Это не три крутилки, это не одна крутилка, как в Дарк Солсе втором. Это целая куча крутилок, поэтому лучше как можно дальше от них находиться. Также советую вам использовать пиромантию, если хотите уж совсем своего их убить. И есть одна другая атака такая. Знаете, он поднимается ввысь и начинает жарить белыми лучами с неба. В данном случае, если вы находитесь близко от него, вы вполне можете успеть подойти к нему сзади и поставить бэкстап. В данном случае, вы не получите урона, а он, ну, скорее всего, умрет от вашего бэкстапа. Если вы правильно все сделаете. Итак, вы убиваете его, забираете его же души тоже, там, обломки. И настает последний момент фарма. Вы отправляетесь за рыцарем в... Ну, таким же рыцарем, только с двумя топорами. С ним немножко тяжелее, потому что он на месте не стоит, как предыдущий. И его придется бить уже в честном бою. Я пробовал несколько вариантов. Я убивал его с четырех темных шаров. Но в данном случае, из-за головы мимикой, есть большая вероятность умереть. Также хочу вам сказать, из-за того, что у меня 20 виталити. Я фармил углё... Ну, с углём фармил, фармил без угля. С этого вам сразу лучше где-нибудь пойти в локацию и умереть, чтобы не так было обидно терять уголь. Потому что вы его по-любому потеряете. Я... Без угля я почти никогда не умираю. А вот с углём я обычно очень быстро умираю. И, в общем, в чём суть? Даже с 20 виталити без угля у вас примерно будет только два удара. То есть, если он вам нанёс два удара, вы уже труп. Поэтому уворачивайтесь, хильтесь, не жалейте хилок. Используйте всё по полной мере. Итак, я начал вот говорить насчёт того, что его может убить 3 выстрела... 4 выстрела, извиняюсь, тёмным фаерболом. Но также можно быстро разбежаться и поставить ему бэкстап, пока он там начинает крутиться. Он обычно, когда вы к нему подбегаете, начинает заносить топоры вверх и ударять по земле. И это очень хороший момент для удара. Но его топоры немножечко побыстрее алибард, поэтому, скорее всего, вы не сможете убить его за тяжёлую атаку и два быстрых удара. Поэтому я советую вам сделать бэкстап. Тяжёлую задержанную атаку. Затем смотрите по вашей выносливости. Если хватает, можете нанести ему один удар и отпрыгнуть. Либо сразу отойти лучше, или попытаться зайти ему сразу в спину. Итак, убивая его и забирая его титанит, вы получаете уже... 77233 души вы получаете за убийство всех трёх ангелов. И это, заметьте, только на НГ. И с предметами для фармы это очень неплохое место, особенно с той тактикой, которую я вам описал. Чтобы ещё добавить... Мммм... Не убивал, так и не убивает. Если у вас, конечно, есть там какие-нибудь, не знаю, ультра-грейт-сворды, которые выносят на 2000, то тогда, думаю, стоит будет взять кольцо шершня и просто пригвоздить его потом одним-единственным ударом. И что ж, давайте подведём итоги. Вот за эти подходы, если считать с учётом моих фейлов, то за 28 минут я набил миллион душ. Если эти фейлы не считать, то я наб... Если не умирать, то можно набить миллион душ за 20-25 минут, смотря по сноровке и по оружию. Это самое лучшее место. Можете больше другие вообще не искать. Лучше в игре нету мест. Есть, правда, одно с фантомами, но... Но, знаете, оно очень сомнительное, оно очень ситуативное, потому что там требуется очень большие оружия с очень сильным дамагом в бэкстабы. Поэтому я это место даже не беру в расчёт. Поэтому советую фармить именно здесь, именно по моему способу. Потому что тут можно фармить просто тонны душ и тратить их на все расходники и левелы. Надеюсь, этот гайд был вам полезен. Советуйте его друзьям, сами его используйте. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, предлагайте новые идеи для гайдов. С вами был Друманин Дрин. Наслаждайтесь игрой. Всем удачи. Встретимся на полях сражений в Dark Souls 3. Продолжение следует...